Пасху отметили. Праздник продолжается. Пасхальные торжества по церковным канонам длятся ровно 40 дней после Светлого Воскресения. Первую неделю праздничные службы в храмах проходят ежедневно. Праздник праздников – торжество торжеств. Пасха является главным событием года для всех православных христиан. Чудо воскрешения Христова после распятия дает верующим надежду на вечную жизнь, Царствие Небесное и отпущение всех грехов. Именно поэтому особо значимый церковный праздник длится не один день. Пасхальные торжества продолжаются 40 дней со Светлого Воскресения. На протяжении всего этого периода церковь продолжает проводить праздничные богослужения, которые проходят с открытыми алтарными воротами. Пасхальные богослужения сопровождаются крестным ходом. В процессе выглядит очень торжественно. Ее возглавляют священнослужители в красных праздничных одеждах, несущие религиозные религии – крест, иконы, хоруби. Следом за святыми отцами идут верующие. У большинства в руках горящие лампадки – символ высшего небесного огня, сошедшего на землю. В храмах больших соборов, где служба служится каждый день, такое богослужение, оно ежедневное. Каждый день служба повторяет ту самую службу ночную по своему составу, по своим песнопениям. Каждый день священника восклицает, само на Христос воскресе. Мы можем обратить наше внимание на иконостас, увидим, что царские врата – отверстие, то есть открытые. То есть в эту неделю всем доступно небо. Всем доступно небо, да. Двери небес – отверстие для каждого верующего человека. На протяжении всего пасхального периода люди продолжают славить воскрешение Спасителя, поздравлять близких с Пасхой и посещать богослужения в храме. Вплоть до 40-го дня верующие приветствуют друг друга словами «Христос воскресе» и «Воистину воскресе». Пасха для современного человека – яркий праздник весны, сладких куличей и крашеных яиц, при этом с важной духовной составляющей. Этот праздник самый светлый, самый радостный, самый красивый, самый лучший праздник на свете. Я так думаю, что Христос воскрес, воистину воскрес. На душе радостно, очень радостно и светло. Пасха вообще-то эта жертва величайшая жизнь отдал. Так и стремится всем христианам, ну, по мере возможности, как можно больше жертвовать, дарить. Я всегда думаю об этом, когда наступает этот праздник, как хорошо, что он воскрес, иначе бы не было шансов, наверное, на какое-то исправление духовное, как у всех людей. После Дня Пасхи и Светлой Седмицы наступает третий важный период пасхального празднества – Фомина неделя. Время, когда нужно вспомнить о тех, чей земной путь уже завершился. Во вторник Фомина недели наступает Радоница – день особого поминовения усопших. В этот день принято посещать могилы близких. Для того, чтобы помянуть дорогих людей и помолиться о спасении их души.